Всем привет! В этом видео я вам расскажу о средствах, которые я отправила в мусорку, либо о своих пустых баночках. Итак, у меня в ноябре их накопилось достаточно много, давайте же начнём. Начнём, давайте с детского крема из FixPrice. Стоил он 39 рублей, тогда я ещё покупала в сентябре, от фирмы Florissant. На самом деле это совсем недорого, так как в аптеке я видела точно такой же крем в районе 150-150 рублей. Крем очень хороший, мне показался на первый взгляд. У него очень приятный запах, он достаточно лёгкий. Он у меня стоял постоянно в ванной, я его использовала после душа, когда мне нужно было быстренько-быстренько увлажнить всю свою кожу. И сначала он мне очень сильно нравился, но потом как-то я присмотрела к нему. У меня же очень плохое зрение, я вообще мало чего вижу. Но я присмотрелась и увидела то, что у него достаточно неоднородная структура. Сейчас посмотрите, как он наносится на кожу. При том, что со сроком годности у него всё в порядке. И это означает, что в принципе это ничего страшного, но это означает, что просто не очень хорошо соблюдалась технология. То есть специальным миксером или блендером для крема этот крем не был очень хорошо взбит. Так, в принципе он никакой липкости, никакой плёнки не оставляет. Но его осталось, да, кстати, его осталось совсем чуть-чуть, примерно одна, наверное, шестая часть. Всё-таки я его выкинула, он мне очень сильно надоел уже. Я его уже домазывала-домазывала. И в итоге я его сегодня практически добила, но нет. Там его немножечко ещё осталось. В итоге я его всё равно выброшу. Мне кажется, что детский крем всё-таки для взрослой кожи это не совсем то, что нужно. Потому что у детей, у них нет по сути жирных участков кожи. Им на всё тело нужна такая защитная плёночка, которая как бы их оберегает, их кожа от внешних факторов. От ветра, от холода, от трения одежды. А у нас, у взрослых, у нас уже достаточно много участков жирной кожи по всему телу. У меня, например, однозначно грудь, однозначно верх спины. И я думаю, что у многих девушек тоже так же. И при ежедневном применении на всё тело, на жирных участках могут образовываться маленькие-маленькие прыщики. То есть забиваются поры. Поэтому я бы этот крем, в принципе, не знаю, рекомендовала бы или нет. Смотрите сами. Он какой-то такой для меня слишком какой-то нейтральный, такой средненький. Сама второй раз ещё раз не куплю. Но, ну, как бы, как видите, допользовать я его даже тоже не хочу. Так что осторожнее с участками жирной кожи на вашем теле. Ни в коем случае не носите их каждый день на спину, на всю грудь. То есть только руки, ноги. То есть однозначно он подходит для участков сухой кожи. А так, в принципе, нормальный, обычный нейтральный какой-то крем. Ну, не очень интересный, больше не куплю. Второе средство, которое я выкину, у меня уже осталось, у меня осталось там примерно половина. Ну, до конца срока годности остался месяц. Но эта маска мне очень надоела, очень. Я её никак не могла добить. В итоге я её выброшу. Это прозрачный гель. Наносите на всё лицо. Ну, запахом огурчика, какого-то тухлого. Вообще странно. Наносите на всё лицо, ждёте 20 минут. На самом деле иногда и полчаса приходится ждать. Снимаете всё плёночкой. Ну, плёночка снимается фигово. Там плёночка рвётся, конечно же, по всему лицу. Какие-то ошмётки. Но в итоге я это всё сию, там, полчаса сдираю. Ну, и в итоге. Ну, результат. Ну, кожа, конечно, очищается. Но я считаю, что от более приятных масок в использовании, например, от глиной маски, которую не надо там кусками какими-то себя снимать, которую просто вот вы смываете нормально, и всё. Вот я считаю, что от неё результат очищающий ничуть не хуже, даже ещё лучше. И поэтому я практически ей не пользуюсь. Я практически полностью перешла на какие-то глиняные, грязевые маски, которые намного-намного лучше смываются и намного приятнее их носить на лице. А эта маска, я бы её, честно говоря, не порекомендовала, и второй раз я бы её не купила. Хотя оформление прикольное, всё такое в молодёжном стиле. Огурчики, огурчики, водичка. Всё как классно. Но мне не понравилось. Следующее средство, которое я также выбрасываю, не могла его немножечко допользовать, LUMINE. Крем для умывания. Из серии с морожкой. У него очень приятный запах. Он отлично очищает кожу, не сильно пенится. Очень мягкий. Он классный, он мне понравился. Но у него уже подходит 40 годностей. А у меня было несколько умывалок одновременно, я их использовала. И поэтому я его немножечко не допользовала до конца. Но, в принципе, средство хорошее. Куплю я ещё раз или нет, я не знаю. Потому что я люблю пробовать разные-разные средства. Но вам я его рекомендую. LUMINE. Пока. Тоник от Evroche. Я его уже показывала сто раз. Очень классная вещь. Однозначно рекомендую. В них сейчас поменялся дизайн. Но я не думаю, что качество стало хуже. Безумно мягкий, нежный. Нелипкий, нежирный. Несущущий кожу тоник. Максимально комфортный. Вообще, это просто чудо. Я холодного времени буду. Но я думаю, что и летом тоже подойдёт. Средство для тела Невея. Да, кстати, я вам почти закончилась. Почему я его выбрасываю? Немножечко недопользовала. Потому что я не смогла его оттуда вытащить. Он затекает вот сюда. Вот видите? Никак не вытаскивается. Крем Невея закончился. Вообще, я Невея не люблю. Средства для тела. И для лица почему-то не люблю. Только их бальзамы люблю. Для очень сухой кожи я им пользуюсь вторую зиму. То есть вторую осень как бы. Я им пользовалась прошлой зимой и этой осенью. Весной и летом я им вообще не пользовалась. Мне хватило на два сезона, получается. Наносила в основном также на сухую кожу. На руки, на ноги, на живот. Избегала спины и груди. Потому что боялась, что у меня там навыскакивают прыщи. Отлично питает кожу. Отлично впитывается сам. Не ожидала такого классного крема от Невея. Я ожидала почему-то, что он будет лифкий и жирный. И вообще, когда я его купила, я думала, зачем я купила Невея. И вообще, я его несла домой. И думала, сейчас попробую и кому-нибудь его сплавлю. Но нет. Классный, хороший крем. Понравился? Я его вам тоже рекомендую. Следующее. Это закончилось у меня крем мыло Ушастый нянь. Я, честно говоря, всегда уже лет пять, наверное, или больше. Может быть, шесть. Я стараюсь использовать детское жидкое мыло вместо мыла для рук. Мне кажется, оно мягче, нежнее, приятнее. Так что, однозначно, буду покупать еще. Всем рекомендую. Хорошее, мягкое мыло. Следующее, то, что у меня закончилось. Умывалочка от Близ, американская фирма. Но она дороговата, я считаю. Но, в принципе, она того стоит. Она стоила рублей 350 за совершенно малюсенькую бутылочку. Отлично. Плохо пенится, кстати. Но отлично очищает кожу. Цвет лица прям как-то даже улучшается, наверное, за счет микроскорбирующих частичек. Но при этом кожу она не повреждает. Отличное супер-супер средство. Возможно, куплю полноразмерную версию. Сделаю себе подарок на Новый год. Посмотрим. Следующее, что у меня есть, это шампунь грязевой. Мне его привезли родители с Кавказа, с Кабардино-Балкарии, кажется. Да, с Кабардино-Балкарии. Просто, так, значит, тут 200 мл. Очень удобный дозатор. Стоимость я не знаю шампуня. Что мне в нем понравилось? Мне понравилось то, что он отлично очищает волосы. Волосы после него также мягкие, не электризуются, не путаются. Использовала его с любыми бальзамами. В принципе, все бальзамы не конфликтовали, все бальзамы подходили к этому шампуню. Дозатор очень удобный. То есть, быстренько все набирается в руку. Не надо ничего там отковыривать, отколупывать в ванной. Но он не очень хорошо пенится. С одной стороны, это плюс. То есть, в нем добавлено мало сульфата. И ваша кожа головы не будет сушиться. И не будет появляться перхать такая сухого типа. Но с другой стороны, это минус. Так как у меня шампунь закончился очень быстро. Буквально моментально. Его, может, хватило на неделю. Может, дней на 10. Но вообще, отличный шампунь. Если где-нибудь увидите, то, конечно же, купите. Потому что натуральная косметика, я считаю, что она ничуть не хуже. Даже лучше различных химических средств. Так что... Ну, да, еще минус. Вот на большинстве территорий России не продается грязевая косметика. В основном она продается только на Кавказе. А если продается где-нибудь тут в России, то стоит очень-очень дорого. Следующее то, что я использовала, это бальзам Марселье. Я не умею читать на французском, поэтому я не знаю, как это все читается. С сладким миндалем и льном. Отличный бальзамчик. Отлично питает волосы. Отлично их разглаживает. Стоимость недорогая. Всего лишь 109 рублей. Ну и последнее то, что у меня закончилось. Это корейский наборчик какой-то, к сожалению, фирма Стерлс. А нет, Этюд Хаус. Скин Мальгам какой-то. Это был тоник самый обычный. Но полную версию покупать не буду, так как он дорогой. А мне кажется, что все тоники одинаковые. Не вижу разницы. И это у них лосьончик. Я его использовала вместо крема. Так как мне не нравится корейский слоеный пирог, когда они... Тоник, вот этот вот лосьончик такой гелевый, потом еще и сыворотка, и крем, и тональный крем. Мне это все не нравится. Мне кажется, что это очень тяжело для кожи. Поэтому, возможно, покупку одного вот этого средства, полноразмерного, такого гелеобразного, ближе к лету я сделаю. Но зимой я пока что гелями пользоваться не буду. Ну все. Это, в принципе, были все, все мои пустые баночки и вся косметика в мусорку. Я жду комментариев и оценок. Все, пока-пока.